Те, кто поклялись Гиппократу Учеба длиною в жизнь Окунуться в незнакомое русло Протянусь руку пациентам В свое время было желание помогать людям Смотрите прямо сейчас В практическое звено здравоохранения Беларуси С 1 августа прибыли около 2300 врачей-интернов Порядка 2000 молодых специалистов После прохождения интернатуры И 4000 средних медицинских работников На этом фоне выделяются и медучреждения города на Березине В учреждениях здравоохранения города Бобруйска Трудится 5894 сотрудника Из них 824 врача 2547 средних медицинских работников 1420 младшего персонала По итогам распределения в 2024 году В город прибыло на первое рабочее место 27 врачей Это 7 врачей общей практики 5 реаниматологов-анестезиологов 3 травматолога-ортопеда 3 педиатра 2 акушер-гинеколога 2 невролога Врач-терапевт Психиатр-нарколог Инфекционист Рентгенолог Хирург-онколог И 58 выпускников медицинских колледжей Для прохождения интернатуры в город прибыло 11 врачей-интернов Из них 8 врачей общей практики И 3 врача-интерна-педиатра Для каждого определены наставники Для врачей-интернов это руководители интернатуры Для молодых специалистов и средних медицинских Медики из наиболее опытных врачей-специалистов и среднего персонала Которые будут обучать и адаптировать новое поколение к трудовой деятельности При этом медицина – первая отрасль в стране, которая разработала свое положение о наставничестве Для подготовки квалифицированных кадров и формирования индивидуальной траектории профессионального развития Развит в учреждениях здравоохранения институт наставничества Из самых опытных сотрудников, которые передают свой накопленный опыт Целью наставничества является быстрое вовлечение молодых специалистов в работу Оказание моральной, психологической поддержки Укрепление высоких нравственных, идеологических принципов А также ответственности, уважение к профессии Немаловажную роль играет усиление коллективно-договорных отношений Широкое использование современных механизмов мотивации Главная врачебница в городе – Бобруйская центральная больница По количеству корпусов, отделений и сотрудников Она по праву может считаться одной из крупнейших в области Всего в учреждении работает 10 молодых специалистов Пять из которых пришли в этом году Среди них – врачи-хирурги и травматологи-ортопеды С этого года, с 1 августа, к нам пришли две девушки Два молодых специалиста по специальности травматологи-ортопеды Обе девушки закончили Гомельский мединститут Закончили с хорошими показателями Ну и, пройдя интернатуру, начали работать в нашем отделении Девушки активные, очень любознательные Интересуются медициной, новыми какими-то сведениями Я являюсь как заведующий непосредственными руководителями Как молодой специалист Но поддержку оказывают, конечно, все отделения У нас было до сих пор мужское отделение Но теперь уже будут работать и они Естественно, их обучают, им подсказывают, им помогают Девушки уже самостоятельно работают в операционной Старшие коллеги отмечают их запас энергии и желания Поэтому в будущем они могут еще больше проявить себя Как квалифицированные травматологи-ортопеды Однако без трудностей также не обходится Вопросов много разных Начиная от оформления медицинской документации Где какие-то вопросы возникают Как провести МРТ, кого назначить на рентген Кого не назначить, анализы когда Так и для выбора оперативного вмешательства Пациентов, которых они ведут Они предлагают операцию Ну и так далее, по общему состоянию Тем более эти вопросы создаются на общих обходах Которые у нас проходят два раза в неделю Обязательные условия И по мере необходимости при поступлении пациента Ну вопросы всевозможные на характере Борьба за жизнь, экстренные операции И помощь пациентам в крайне тяжелом состоянии Забота работников отделения анестезиологии И реанимации В таких условиях может потеряться каждый Однако Алексей Батура выбрал своим призванием Именно такую работу Я сам из Могилева, вот учился я в Гомельском государственном медицинском университете По распределению попал в Бобруевскую центральную больницу На пять лет по целевому направлению Дело в том, что я начинал путь в медицину еще Когда после школы поступил в медицинский колледж Я окончил медицинский колледж по специальности фельдшера Паркушер помощника врача по амбулаторно-поликлинической помощи Вот, отработал И после этого, как бы, вариантов не особо много было Поэтому, вот, я решил поступить дальше Учиться на врача в медицинском университете Это очень такая интересная максимальная специальность Она очень разносторонняя Это работа с пациентами Работа с высокотехнологичным оборудованием Очень много манипуляций, да Которые, в том числе и высокотехнологичных манипуляций, да А анастезиология и реанимация Это, ну, одна из самых таких сложных и очень интересных специальностей Когда человеческая жизнь висит на волоске Недопустимо совершить любую, даже маломальскую ошибку В условиях такой работы очень важна поддержка со стороны Купи с помощью старших коллег, опытом предыдущей работы И приобретенными знаниями Молодой специалист качественно справляется со своими обязанностями У меня были прекрасные учителя во время интернатуры Я проходил интернатуру на базе Могилевской областной клинической больницы На базе кардио-реанименационного отделения И мне очень сильно помогли коллеги уже здесь В Бобруйской центральной больнице За руководство и правком То есть максимально хорошо, тепло приняли И поэтому сложностей особо не было За время работы в течение нескольких прошедших месяцев Зарекомендовал себя как грамотный, образованный специалист Который владеет манипуляциями Обладает теоретическими и практическими знаниями Достойно В принципе никаких нареканий по работе к нему не имеем Ну и зарекомендовал себя как грамотный, толковый, молодой специалист Который может решать поставленные задачи перед ним Учитывая, что Алексей Олегович у нас специалист молодой Где-то какие-то организационные вопросы, какие-то лечебные вопросы Он не стесняется, всегда периодически обращается И со своей стороны я как наставник Ему пытаюсь оказывать как теоретическую, так и какую-то практическую помощь Которая ему необходима В принципе проблема в взаимоотношениях у нас с молодым специалистом За это время не возникла Без любви к женщине и детям в этой профессии Просто невозможно состояться Именно так можно рассказать о работе в родильном доме В 24-м состав вобруйских акушеров пополнили четверо врачей И пять средних медицинских работников Среди первых Анастасия Афнаги Как и многим героям, девушке пришлось познакомиться Не только с новым рабочим местом, но и с городом на Березине Я сама из Могилева Училась в Гомельском государственном медицинском университете Приехала сюда по целевому направлению По распределению непосредственно Уже отправили сюда Прошла здесь интернетуру год И вот осталась здесь на отработку В свое время было желание помогать людям В частности, начиналось это все желание с помощи детям И была тяга к операционному столу К хирургическому инструментарию Но потом, впоследствии, с помощью преподавателей Уже втянулось непосредственно в акушерство и гинекологию В Бобруйский родильный дом молодой специалист пришел работать В должности акушера-гинеколога Список обязанностей широк Проводить диагностику и лечение при различных состояниях Помогать выявить заболевания на разных стадиях В том числе хронические Особое внимание планированию и ведению беременности Принимать непосредственное участие в появлении маленького человека на свет Миссия с огромной ответственностью Это взаимодействие с самими женщинами Причем в разные периоды Когда им плохо, когда им хорошо Ты должен вовремя оказать не только медицинскую помощь Но и моральную поддержку на нужных этапах Взаимодействие с их родственниками Что является не самым приятным иногда Ну и непосредственно взаимодействие с коллективом Когда смотришь на счастливых мам Которые только приложили к груди своих детей Новорожденных Всегда появляется вот это трепетное, теплое чувство Которое хочется взять себе Почувствовать, прочувствовать вместе с ними И, конечно, когда-то мне бы хотелось бы тоже так Акушер-гинеколог отмечает Бавруйск идеально подходит для молодежи Прямо сейчас девушка находится в процессе получения арендного жилья Ко всему прочему, получает все предусмотренные выплаты Со стороны администрации С возникающими вопросами ей помогает весь коллектив Но, в частности, наставник с почти 30-летним опытом работы Наталья Садовникова Я хочу сказать, что приходящие молодые специалисты И этого года, и ранее На протяжении всего периода своей работы Мы сталкиваемся только с очень мотивированными Очень грамотными Очень квалифицированными И очень добросовестными молодыми специалистами Которые приходят сюда научиться Которые легко вливаются в нашу большую акушерскую семью И которых очень приятно учить Им приятно передавать свои навыки, умения И я считаю, что благодаря этим специалистам Акушерство и гинекология в городе Находится в очень надежных руках Врачи, которые пришли И которые у нас работали Они имеют прекрасную базу И даже если по каким-то причинам Семейным или еще каким-то Они от нас уходят Мы получаем только слова глубокой благодарности От тех учреждений, в которые уходит наш специалист В кадровом плане медицинская сфера Одна из самых закрепляемых в стране Порядка 80% Так в 2023-м в Бобруйский межрайонный онкологический диспансер На интернатуру пришла студентка Витебского государственного университета Екатерина Харченко Сама девушка родом из Кличева Поэтому адаптацию ей пришлось проходить Как на рабочем месте, так и в городе в целом Меня здесь хорошо приняли У нас был здесь до этого другой ночемент Тоже замечательная женщина Я к ней перешла Меня сразу же в первый день Отправили в оргметод-кабинет Я там проходила интернатуру Продолжительностью неделю Нас ввели в курс дела Рассказали Познакомились с документацией Которая есть В онкодиспансерах Которая вообще в медицинских учреждениях есть Отнеслись все хорошо Рассказали о организации больницы у нас здесь Какие есть отделения Каким пациентам здесь у нас оказывается помощь Лечение, диагностика Рассказали, каких пациентов В силу того, что у нас небольшой диспансер Мы должны направлять в другие учреждения здравоохранения И оказывать помощь им здесь Я сама из маленького городка Поэтому мне здесь нравится В принципе, все в доступности До работы добираться близко Не больше 20 минут И ходит транспорт регулярно Поэтому все супер Мне здесь нравится Работа в подобных медучреждениях Большое испытание с точки зрения морали Иногда приходится сталкиваться с тяжелыми случаями Пережить горе вместе с пациентами Сразу было страшно, что все-таки Злокачественное образование Всегда озвучить пациентам страшно Что у них все-таки большие есть проблемы со здоровьем Чем сказать просто, что у них аппендицит Было как-то тяжело подходить к пациентам Сразу морально Сейчас уже чуть-чуть полегче Но все равно В силу работы иногда тяжело сообщить пациенту о его диагнозе В августе этого года заместитель председателя Бобруйского горосполкома Проводил встречу с новоприбывшими молодыми специалистами Сферы здравоохранения Вместе с профсоюзным объединением И представителями банковской системы Они рассказали ребятам о доступных льготах С легкой подачей от такой беседы И при поддержке администрации учреждения Екатерина Харченко воспользовалась Предоставленными возможностями Рассказали, какие бумаги необходимо собрать Какие документы нужны От больницы, что нужно ходатайство Наша администрация мне его подготовила Все документы я собрала Обратилась в горосполком для получения арендного жилья Уже арендное жилье я получила У меня даже стоит прописка уже В центре города Нашмит Замечательная квартира, новый дом Все супер Также нам рассказывали, что есть еще Возможность получения льготного кредита Для молодых специалистов В принципе, я тоже документы уже собрала В ближайшее время обращусь в горосполком Чтобы купить какую-то мебель И обставить квартиру Так как арендное жилье пустое Поэтому все льготы, которые есть Всеми льготами я и воспользовалась Девушка признается Как у молодого специалиста У нее есть еще много вопросов Во всех проблемных случаях ей помогает наставник Когда же они работают в разные смены На помощь приходят другие врачи Катерина Дмитриевна в этом году пришла к нам после интернатуры Интернатура тоже была у нас Поэтому мы ее знаем уже изрядное количество времени Ну, надо сказать, такая хорошая теоретическая подготовка Серьезная база У нее она вполне ориентируется в профессии А наша задача помочь ей адаптироваться Ну, в первую очередь, в коллективе Контакты с людьми, с сотрудниками Организация работы и так далее Во вторую очередь, адаптироваться в учреждение Вы уже убедились, что у нас достаточно большие площади Сложная структура Очень разные аппараты для исследования Для лечения и так далее И ко всей этой онкологической, прежде всего, ситуации Нужно точно так же адаптироваться Работа очень даже непростая Работа поэтапная Мы стараемся ей помочь Адаптировать ее к разного рода ситуациям При этом всю интернатуру она хирург И в ней это есть Она действительно стремится к хирургии У нее это получается Если вам когда-то придется проверить ухо, горло и нос То высока вероятность встретить Викторию Маленкову Молодого специалиста первой поликлиники Несмотря на статус, девушка уже имеет опыт работы В медучреждение она пришла в августе 23-го Но до этого долгие годы учебы И случай, который привел ее в профессию Вообще история интересная В том плане, что в 10-м классе я очень сильно серьезно заболела И достаточно поздно обратилась к врачу Потому что не поняла, что серьезно простыла И заболела гайморитом, казалось бы, да? И меня очень быстро вылечили Мне очень понравился врач, который меня лечил Я была прям восхищена его работой И после этого я решила, что хочу стать врачом И вот так же помогать людям И, соответственно, тоже выбрала специальность лор Чтобы лечить гаймориты, помогать людям В город на Березине молодой лор приехала из горок И хотя жилье в Бобруйске искать не пришлось Как подшучивает девушка Администрация поликлиники периодически интересуется ее жилищным вопросом Кроме того, в своем профессиональном росте Виктория Маленкова не стоит на месте Участие в онлайн-семинарах и конференциях Помогает прокачать ей уже имеющиеся знания Моя обязанность лечить на то, что я должна лечить людей То есть пациент приходит ко мне Объясняет свои жалобы, что его беспокоит Моя главная задача, что? Поставить правильный диагноз И зачем назначить соответствующее правильное лечение То есть пациент приходит, лечение получает Я оцениваю динамику, вижу динамика положительная Говорю, повторяю, вы выздоровели Желаю, чтобы вы были всегда здоровы Люди все разные, характеры разные Манеры поведения тоже разные Нужно находить индивидуальный подход абсолютно к каждому Нет единого шалона Поэтому главное вежливость, улыбка, хорошее настроение Как и нагородний специалист Она также не скрывает восхищение от самого города Который она раскрывает для себя сама И показывает другим Я приехала сюда, я тут никто раньше не была Город большой, населения много, людей много Места, где можно побывать много Время препровождения можно после работы В любом месте У нас, кстати, как для молодых специалистов Тем более для иногородних В самом начале была экскурсия по городу Показывали много разных мест Которых я даже не знала Не знала, что есть Бобруйская крепость Вот Ледового дворца История интересная Вот мне это очень понравилось Я говорю, вот, приедут мои друзья Повожу, покажу И вот действительно, летом придел мой друг Я по городу водила и все места показывала Со всей уверенностью можно сказать Бобруйский отряд работников сферы здравоохранения Пополнили по-настоящему целеустремленные Квалифицированные и яркие молодые врачи Они ответственно подходят к своей работе Привнося идеи своего поколения И перенимая опыт старших коллег Скажем так, предыдущее поколение Если брать это То время, например, когда я пришел И то, что происходит сейчас Вообще общий подход к травматологии и ортопедии Очень сильно поменялся Раньше не было ни эндопротезирования Ни тех методов лечения, которые существуют На сегодняшний день Тех металлоконструкций То есть выросла очень сильно Оперативная активность Раньше больше было консерватизм Травматология Лечение с вытяжением, гипсовыми повязками Сейчас у нас под 80% оперативная активность То есть только 20 человек Мы из 100 не оперируем Поэтому более активная Высокая оперативная активность Более активное участие Требует большей отдачи И большего интереса Естественно, на сегодняшний день Чем они еще поменялись? Большое количество компьютеризации Возможности получения информации Из интернета Они этим, конечно, поводяются гораздо лучше Они этим пользуются Это хорошо, это правильно У всех все равно вкусы разные Мне больше нравилось Хотелось работать с людьми В школе нравилась химия, биология Ну, выбор как бы был очевиден В принципе, все мои одногруппники Которые учились со мной вместе Они тоже все остались в медицине Никто еще не разочаровался И я думаю, что никто не разочаруется Дело в том, что акушерство Это очень сложная специальность И сюда приходят только Очень мотивированные люди И за время моей работы Я работаю в учреждении 29-й год Я еще ни разу не видела врача Который бы сюда пришел случайно К этому надо подходить очень ответственно Медицина – это отрасль серьезная, сложная Просто здесь никогда не будет Надо понимать, что Постоянно придется учиться Постоянно все меняется, все развивается Ты не будешь стоять на месте То есть это вечная учеба Вечный студент Но она интересная Люди, которые хотят быть в движении Хотят получать адридеин Заряд, бодрости Это специальность для них Те молодые специалисты Которые приходят в настоящее время Они, безусловно, отличаются От тех, которые приходили к нам лет 10 назад Это сказывается нововение Истечение времени Изменение образовательного какого-то процесса Но они остаются на прежнем высоком уровне На вновь прибывших новых специалистов За последние годы Неоднократно поступали Благодарности от пациентов Что является показателем их профессионализма И добросовестного отношения к своей работе Редактор субтитров А.Семкин